Добрый вечер, дамы и господа. Особенно добрый вечер для тех, кто сейчас толкается на столичных улицах. Я знаю, это такая издевка, да. Но вы поймите правильно, уважаемые слушатели, Финам ФМ, которые передвигаются на автомобилях. Чем больше вы стоите, тем больше у нас аудитория. Вот это скоррелированные понятия. Я, конечно, выражаю сочувствие. Может быть, стоит иногда и пешком ходить или пользоваться общественным транспортом. Хотя и там не факт, что вы не встретитесь с пробками. Но сегодня как раз мы о вас, о потребителях и будем говорить, поэтому надеюсь на активное участие в разговоре. Почему в России клиент не всегда прав? А может быть, всегда не прав? А может быть, всегда прав? Вот в этом сложном вопросе мы будем разбираться с моими сегодняшними гостями. Но в самом начале, напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6 и наш сайт в интернете www.finam.fm. Можно присылать свои вопросы, можно высказываться. Что самое главное? Вы все потребители. Неважно, сколько в вашем кошельке кредитных карт и каков объем транзакций проходит через них или наличного кэша. Важно, что вы ежедневно пользуетесь теми или иными услугами, покупаете тот или иной товар. Вот по вашему мнению, вы правы в нашей стране? Ваши права защищены? Об этом мы говорим с очень хорошим моим знакомым. Я этого не буду скрывать, чтобы все знали. Но крайне ангажированным человеком Дмитрием Потапенко, управляющим партнером компании Management Development Group. Дмитрий Ратвич, добрый вечер. Добрый вечер. Это единственная дама среди нас. Это Наталья Соболева, директор по маркетингу и рекламе компании «Автодом». Наталья Ратвас, Витя, добрый вечер. Здравствуйте. И это юрист. А юрист, вы сами понимаете, это такой особый подход. Андрей Семенов, юрист общества защиты прав потребителей. Андрей Ратвас, добрый вечер. Здравствуйте. Наталья, так как вы единственная дама, то давайте с вас и начнем. Вот по вашему мнению, в России потребитель, он вообще является защищенной стороной процесса? Или это, знаете, ну да, мы от вас зависим, но правила игры устанавливаем мы? Как вы считаете? Непростой вопрос, Юрий. Очень благодарна вам, что вы начали так смех в карьере. У меня по курсу философии была отличная. Оценка отличная. Чувствуется. Вы знаете, на самом деле, наверное, сложно говорить о каких-то абсолютных величинах в этом измерении, потому что, действительно, как вы совершенно правильно заметили, речь идет именно о людях. Речь не идет о... С их эмоциями, грехами и всем остальным. Абсолютно. Именно это я хотела сказать. То есть мы говорим о совершенно огромном, широчайшем разнообразии характеров, поведенческих моделей, мотивов и так далее. И здесь, конечно, не надо забывать о том, что существует такая пресловутая вещь, как менталитет. Ну и, в общем-то, особенности русского характера никто не отменял. Вот смотрите, я сейчас, как говорил Михаил Сергеевич, углублю данный процесс, да? Есть расхожее выражение. На рынке два дурака. Один покупает, другой продает. Причем покупающий хочет подешевле это приобрести, да? Причем не важно, товар или услуги. А продающий хочет это сбагрить, что называется, подороже. Это так? Вы согласны с этим высказыванием? Ну, наверное, это было бы справедливо, если бы мы говорили о каком-то таком рынке переходных времен, не совсем такой здоровой, а может быть иногда и зачастую больной совершенно конкуренции, да? Сейчас мы наблюдаем, что процессы у нас как-то плюс-минус, трамвайная остановка все-таки идут в каком-то более-менее внятном русле и понятном. И конкуренция зачастую действительно только на руку и нам, и нашим уважаемым потребителям и клиентам. И, в принципе, мы можем говорить о том, что сейчас кого-то сильно обмануть-то сложно. Все умные, все информированные. Но, опять же, здесь, наверное, очень важно понимать, если ты сюда пришел быстро мелькнуть, срубить и убежать, это одна история. Если ты пришел всерьез надолго и занимаешься таким благодарным, на мой взгляд, делом, как создание репутации, построением бренда, то, наверное, это совершенно иная история. Это Наталья Соболева. Господин Потапенко, как вы считаете, насколько справедливо все-таки вот это выражение про двух дураков? Ну, это исходя из какой стратегии? Ну, каждый, значит, продавец, безусловно, обязан, любой продавец, неважно чего, услуги или того, хотеть больше. Покупатель обязан хотеть заплатить за это меньше. Говорить о том, что... Нормальное, естественное... Абсолютно нормальное человечество. И то, и другой стороны. Да, и то, и другой стороны. Говорить о том, что и тот, и другой дурак, ну, я бы так не сказал. Каждый, просто каждый считает себя умным, поэтому пытается надурить другого. Ну, а все-таки в нынешних условиях России потребитель, как это ни пафосно звучит, защищен? На мой взгляд, ситуация существенно глубже, как говорил любимый незабвенный. Первый президент. Да, первый президент СССР. Дело в том, что в России перманентно с 905 года идет гражданская война, когда мы воюем всегда, все время друг с другом и всегда с собой. Белые против красных. И у нас всегда мифический такой шарик в виде Америки, Китая и всего остального, которым мы сами себя пугаем, сами от этого трясемся, что вот они к нам туда собираются зайти. Правда, они никогда не заходили. Я думаю, что с ужасом узнали бы, что от нас, что вот надо же, надо еще и в Россию переться. Оно им надо, черт знает куда. Поэтому у нас состояние перманентной такой гражданской войны, поэтому у нас любая даже вот банальные какие-то вещи, происходящие в магазинах, они воспринимаются наиболее остро, потому что люди реально обозлены, в общем, общей обстановкой, которая есть в государстве. Естественно, там какие-то простые вещи, которые, как ты знаешь, ведя бизнес в Европе, они проходят спокойно. Например, я лично могу сказать, что я знаю, как занимаются просрочкой в тех же продуктовых магазинах. Например, я приведу такой факт, вообще-то... Всегда пример, оно хорошо иллюстрирует. Да, например, да, иллюстрирует. Вообще-то во всем мире просрочка продается. Более того, это делается осознанно, потому что мы сделали все диаметрально противоложно против всех законов экономики. И приведу простой пример. Почему оно продается? Оно продается, первое, а, малоимущим, то есть решается проблема с малоимущими, б, она продается за 15% стоимости, соответственно... То есть товар дисконтирован. Да, товар просто очень сильно дисконтирован. И надо понимать, что у любого товара, который продается с просрочкой, у него есть все равно запас прочности, потому что, надо тоже опять-таки понимать, есть такой миф большой, что главное посмотреть срок годности. Это же такое, знаешь, мы сами себя так возбудили на это. А никто вот... Читаясь, я сейчас ощущаю дураком, который тоже смотрит... Конечно! Даты выпуска и когда это все заканчивается. А ты же представляешь, сколько массовое сознание прокачано ТВ-рекламой, посмотрите срок годности. А включите... А я хочу сказать, господа, любимые мои хорошие, включите голову. Что такое срок годности? Это установлено техническими условиями, там, бла-бла-бла, что вот при среднестатистической температуре, при таких-то условиях хранения этот продукт, там, можно, там, употреблять до такого-то. А теперь представим, там, например, прошлое лето, когда вырубались холодильники во всех магазинах. И предположим, стоит молоко, да, дата годности-то у него все супер. Но холодильники не работали, была 45-градусная жара. Поэтому основное, господа мои хорошие, товар можно испортить не по сроку годности, а по условиям хранения. И поэтому, извините, голова у нас именно для того, чтобы не потому, что в нее надо есть, или не потому, что у нас третьего дня рождения, как говорил тот знаменитый боксер, а именно надо голову включать и понимать, что да, есть такие параметры, которые надо учитывать. Ну, а почему в России? Ну, ладно, не следующие потребители. А почему государевы мужи-то не обратят на это внимание и не посмотрят на европейский опыт? А зачем? Подожди минуточку. Давай не путать это толстое с холодным, значит, что называется. Значит, есть государевы мужи, которые занимаются конкретным разделением бюджетов. И вот ты понимаешь, что там при Маргарет Тэтчер посчитали, что там для обслуживания газовой трубы нам нужно всего там 28,5 миллиона народонаселения. Эти 28,5 миллиона народонаселения, ну, страна уменьшилась, соответственно... Астана Потапенко нас тянет в большую политику, чувствуете? Нет, я в большую экономику вас тяну. Как раз я в большую экономику тяну. Соответственно, надо понимать, страна сократилась, количество для обслуживания газовой трубы, ну, нужно миллионов 15. Остальные просто тупо лишние. В том числе ты, да я, да мы с тобой. Нафига этим орлам смотреть? Вот смотри, они создали идеальную систему. Вот реально идеально. Надо поклониться им в ноги, упасть и сказать, какие они молодцы. Они сначала пишут недоделанные законы, тем самым обеспечивая себя, своих детей, своих правнуков работой. Потому что он говорит тебе всегда, этот закон, это первая ступень, а потом мы его доработаем. Ну, вот ты представляешь, ты пригласил себе строителя домой покрасить стены. Он тебе красит в красный цвет, а он красит тебе в зеленый. Говорит, это первая ступень, это растр, он раскладывается. Потом получается, смотри, какая очень классная система. Дальше он спускает эти законы исполнительной власти. Поскольку законы не коррелируются, то тебя начинают трюхать во все дела. И получается коррупционная составляющая. И вот этот вот такой круговорот денег в природе, он очень правильный. Но я все-таки к просрочке. Почему бы не применить? А зачем? Ну как, вот малоимущие. Подожди, какие нафиг малоимущие? Вот они же так, они сделали так, что это очень удобно. Вот этот вот взаимозавязанный круг, он продолжается и будет продолжаться. Это Дмитрий Потапенко. Андрей, что вы скажете? По поводу просрочки? А вот с чего хотите? Можете оттолкнуться от слов, Наталья? Лучше от ее слов, не от моих. Я такой гадостный говорил. Нет, ну по поводу того, прав ли у нас потребитель или не прав, защищен ли он или не защищен, это палка о нескольких концах, естественно. Я-то считаю, что с точки зрения формального закона, действующего у нас, ну закон о защите прав потребителя, у нас потребитель вполне себе защищен. У нас закон один из самых таких жестких, ну в пользу потребителя. И если потребитель у нас не всегда прав, то из-за проблем применения этого закона, в том числе и нежелания его применения со стороны потребителя. Ну потому что известно, что при каких-то там проблемах с товаром, там с услугой, с качеством товара-услуги, возмутиться там, может быть, каждый второй, бумажку какую-то напишет каждый десятый, а до суда дойдет, ну дай бог, каждый десятый из этих прописавших. Почему? Ну вот как уже упоминался менталитет, это... Не, подождите, вот нарушены мои права как потребителя, да? А почему я должен молчать? Ну молчать, он же все правильно говорит, молчать одно, а вот... Дойти до суда... Каждый второй не молчит. Ну условно, условно. Да, но каждый вот, какой, десятый или сколько? Опять-таки условно, десятый, какую-нибудь бумажку типа претензии напишет, да. А до судов доходят единицы, конечно. Одно дело плюнуть в морду кассиру, а другое дело пойти к юристу, написать претензию на меня, как на плохого там торгаша, ритейлера. И с юристом пройти все эти круги, которые по судам, он же тебе лучше меня расскажет, сколько это... Это связано только с ментальностью? Ну, наверное, не только с ментальностью, но и со здравым пониманием того, что действительно судебная процедура, это достаточно долгая процедура, она измеряется месяцами как минимум. Если не годами. Ну, я же говорю, как минимум. Доверие, как таковое, к судам, в общем-то, у нас на не очень высоком уровне, судя по некоторым примерам, обосновано это недоверие. Хотя по потребительским вопросам, в основном, я уверен, дела разрешаются... А что за пример вот о недоверии? Ой, на этом мы опять сейчас большую политику скатимся. Да, я именно их не уведу. Давайте на мне остановимся. Без политики, да. Вот, хотя по потребительским вопросам суды вполне в огромной своей массе корректны в применении закона. И потребитель, дошедший до суда, он в подавляющем большинстве случаев защиту получит. Причем защиту получит, ну, более-менее адекватно. А вот смотрите, что касается вот предложения господина Потапенко по просрочке. Мне нравятся всегда прикладные вопросы. Вот это конкретный пример, да? Это пример, который решает очень многие проблемы. Вот с точки зрения юриста общества защиты прав потребителей. Ну, по поводу просрочки. Я считаю, что действительно не преступление торговать товаром формальной срок годности, которого прошел. Единственное, что об этом надо недвусмысленно и прямо предупредить покупателя. Должно быть большими буквами написано. Срок прошел. В отдельном отделе магазина это стоит, пожалуйста. Хочешь рискнуть? Ну, риск не. Другое дело, что несмотря на то, что ты продаешь товар, возможно, с формально прошедшим сроком годности, продавец должен понимать, что он в любом случае несет ответственность за качество этого товара. И если он продаст товар, даже предупредив покупателя, и этот товар этого покупателя убьет, ну, значит, покупатель, ну, условно говоря, убьет. Или пострадает. Да, продавец все равно будет отвечать. Поэтому это и риск для продавца. Это правильно. Технически, как определить для каждого товара и для каждого случая, там, тот момент, когда его можно продавать, нельзя продавать, я, наверное, не могу, это вопрос, там, к специалистам, там, технологам. Ну, это к технологам, да. Это абсолютно. Вот, но самое главное, это, я считаю, это полная достоверная информация, которая предоставляется потребителю, чтобы он мог сделать сам осознанный выбор, покупая товар. Ну, и ответственность... А по вашему мнению, достаточно информации, которую предоставляют сейчас торговыми компаниями по продаваемому товару? Вот человек, несведущий, по большому счету, мы все несведущие, да? Ну, более того, закон... Более того, закон четко говорит, что потребитель не... Надо исходить из того, что потребитель не является специалистом. Так. Вот. У нас, конечно, это не так утрировано, как там, в тех же Америках, где потребитель имеет право быть совсем идиотом. Ну, в хорошем смысле этого слова. Но, тем не менее. А про то, говорить, достаточно ли информации предоставляется, ну, наверное, это нельзя в целом и в общем сказать. А по поводу американских идиотов вы имеете в виду, не засовываете... Ну, что-то типа этого, да. Сушить свою кошку в микроволновую печь? Да, что-то типа этого. У нас бы, в нашем суде, такой процесс не прошел бы, конечно, успешно для потребителя. А там это все проходит? Ну, ну, смотрите, вот... По сигаретам, во всяком случае, факт есть, что человек курил, 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 сам себя фактически завалил там раком легких, а в итоге его там родственники отсудили у табачной компании, что он, в общем-то, курил. То есть ничего подобного в России невозможно? Ну, по закону, я думаю, что нет. Нет, нет. По-моему, нет. Не пройдет. Не пройдет. Суд просто, по-моему, не примет такие аргументы. Ну, потому что это, в принципе, конечно, фактически человек расписался, что, ну вот, я вот пью, буду пил и буду пить на зло маме, отморожу уши, как это вот в детстве. Вот это вот тот самый фактор. Наталья, а как вы считаете, достаточно ли информации у потребителей? Ну, на самом деле, конечно, зависит от конкретной компании и конкретного случая, но мне кажется, что сейчас в век информационных технологий и всеобщей открытости и доступности информации зачастую к нам приходят клиенты, которые знают гораздо больше наших продавцов. Информировать о вашем товаре. Ну, бывает такое, вы знаете, на самом деле просто есть фанаты, любители, которые разбираются в продуктах, разбираются в новинках, следят, ездят по выставкам. В общем, ну да. Даже даже так, да? Конечно, есть такие люди, их достаточно, я бы сказала, немного, но так или иначе. Но автомобиль все-таки не информирован. Ну, смотря, опять же, в определенной степени. В хорошем понимании дилетантам. Ну, понимаете, я когда покупаю автомобиль, мне же не обязательно знать вот это все. Юр, это очень все зависит от марки, зависит, понимаешь, например, если Subaru Impreza VRX STI. Это не реклама сразу. Да, я тебе сразу могу сказать, что ни один продавец, продающий именно VRX STI, там придет парень, который развлечет его, какой там двигатель, какой он опозитник, как он лежит. Собственно говоря, каковы развал цилиндров и так далее. И там продавцы просто, да, да. А другие скажут, господин Потапенко, не материтесь в эфире. Я правильно понимаю? Нет, но с другой стороны, потребителю это и не нужно знать в процессе потребления. А что нужно знать потребителю? Потребителю нужно, ну, в общем-то, закон у нас говорит о том, какая информация должна быть предоставлена. Это информация об основных потребительских сходствах товаров. Да, и вы считаете, что все законы считают? Вот вы искренне верите в это? Нет, естественно. О существовании закона, я думаю, многие догадываются, да? А вот то, что открыть книжицу и прочитать по статейной, я думаю... Ну, на самом деле... Я никого не хочу ни в коем случае обидеть, но я очень сомневаюсь в этом. Нет, опять-таки, для того, чтобы адекватно общаться с продавцом, не обязательно знать наизусть закон. Достаточно такого здравого смысла, вот, и понимать, что действительно продавец обязан, продавая товар, довести информацию о том, как этим товаром можно пользоваться в течение, там, как минимум, срока... Гарантийного по его прямому назначению. Если говорить о таком сложном техническом устройстве, как автомобиль, там достаточно идет... Мы стараемся, и мы дорабатываем постоянно и отслеживаем состояние нашего, и как выглядит наш договор купли-продажи, в котором также фиксируются основные пункты, касающиеся гарантийного обслуживания. Это тоже очень важно, потому что это уже не моментная история, а, в общем-то, достаточно длительное время, да, все это будет иметь место, да, и человек должен понимать, как... В каких случаях он может обратиться, что конкретно он может потребовать, а на что он не имеет права, в общем-то... Это оговаривается в договоре, который подписывается, да, купли-продажи? Ну, в случае с автомобилем, конечно, и мы, в общем-то, и наши продавцы, они уже, имея определенный опыт и имея навыки, имея, в общем-то, четкие конкретные инструкции, они отдают себе отчет в важности этого документа и всячески стараются привлечь к нему внимание, пытаются сделать так, чтобы все-таки человек его не просто пробежал глазами, а все-таки вник в какие-то пункты, в частности, в пункт, касающийся гарантийного обслуживания. Но это покупка все-таки нечто такого большого, да, все-таки покупка автомобиля, это не ежедневная покупка, и даже, может быть, не раз в год, а в более длительный период, Дмитрий, а основная, это масса мелочи, да, покупает? Ну, естественно. Ну, я имею в виду единственное... К ним ходят, условно говоря, раз в пять лет, к нам ходят каждый раз в два дня. Вот здесь как? Как что? Что является основанием? Вот там есть договор купли-продажи, да, где оговаривается первое, второе, 125-е, да, купил я, я не знаю, бубльгум. Так. И дальше что? Вот что? И эта жевательная резинка оказалась вот какая-нибудь там с хвостиком мыши. С хвостиком мыши, так, и что вас возмущает? Я возмущен, да, вот в этой ситуации. Помимо возмущенности, что? В этот момент, как вы говорите, там, бегу я в магазин, пытаюсь... Набить морду продавцу. Да нет, не набить морду продавцу, даже не об этом речь-то. Сначала попытается обязательно. Нет, 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 далеко нет. Не надо думать, что я такой скандальный. Нет, я очень миролюбивший. Как дальше вот что надо делать? Нет, вопрос-то как раз... Сейчас я попроюсь на силу юриста, естественно. Им же приходится разбираться. Да, касательно этих мелких вещей как раз наиболее сложный этот вопрос. То есть найти хвостик мыши в бубльгуме и решить вопрос с этим... Вы понимаете, да, фантазийный вариант, но вполне все возможно. Нет, мало того, что вполне возможно, так это случаи реально периодически встречающиеся, в том числе и к нам обращаются граждане, конечно, находящие мышек там в оришках, там, я не знаю, бабочек в казинаках, ну, как бы, вот. Вот, и эти случаи как раз... Флора и фауна едина. Да, да, эти случаи как раз достаточно тяжелы для того, чтобы право потребителя защитить. Потому что... Упаковка вскрыта там, да. Да, упаковка вскрыта, сложно доказуем тот момент, что действительно... Мы же была там, а не подложила. Да, был в момент покупки. Стоимость товара обычно относительно копеечная, и это дополнительный стимул плюнуть и не пойти куда-то разбираться. Причем желательно кассиру в лицо? Ну, так я же про чему говорю. Нет, в том-то и дело, что даже не кассиру в лицо, а просто там у себя рядом на асфальт. Вот. И в этом смысле несоизмерим стимул потребителя защищать права относительно такого недорогостоящего товара и, скажем, возможности изготовителя этого товара, который обычно является все-таки организацией крупной и мощной, да, в том числе способной нанять. Юриста для своей защиты, чего вряд ли будет делать потребитель. Ну, смотрите, я не знаю, по какой там причине, некоторые наши федеральные каналы, вообще наше российское телевидение, оно либо пляшет, либо ест, да, либо развлекает, но иногда говорит о каких-то новостях, например, вот о свадьбе сегодняшней в Британии. Да, это новость номер один для российской информационной ленты, не знаю, правда, почему. Но это не суть важна. И вторая составляющая. Масса идет фильмов от страшилок, да? Можно посмотреть, значит, про рыбу. Про все, что угодно. И после этой программы рыбу не ехать. Мясо, фрукты. Фрукты. Что? Вода, да? Косметика, алкоголь и так далее. Я хочу понять. Что? Дмитрий. Для чего это делают, коллеги? Подожди, ну, давай так. Ты же понимаешь, что я принимаю участие практически во всех этих передачах, да? И как профессиональному эксперту в данных вопросах. Я периодически вижу там, значит, хлеб, да, там мышку достает, апс, так, и все. Ну, давай, Патя, по чесноку, что называется. Дело в том, что 90% этих передач производится по заказу конкретных абсолютно организаций. Вот. Это первый момент. Абсолютно. Конкретно федеральные антимонопольные службы, Россельхоза, там вот этих компаний, санэпиднадзоров. По причине того, что если они не будут показывать, что они борются, что они проверяют, то зачем они нужны? Это абсолютно нормально. Я тебе могу сказать, вот был недавно круглый стол там с федеральной налоговой службы в одной из радиостудки. Так это все доходит до вообще-то мерзейших состояний, когда они приходят с подставными уже, что называется, оппонентами. То есть там в студии обсуждались там налоговые дела. Было всего два предпринимателя, я и еще один парень. И было, значит, ФНСника было три человека, и были оппоненты им специально подставлены, там еще четыре человека. И это, я тебе могу сказать, что вот продюсеры ко мне подходят, говорят, Дим, ну вот такая ситуация. И я со своей стороны там вынужден отдуваться, как ты видишь, за все предпринимательство России, за всех торгашей, за весь общепит. И благо тому, что действительно там с продюсерами действительно человеческие отношения, я им объясняю, что, ребят, да, истерию я нагнетать не могу. Я могу только рассказать вот объективно, вот сухо, спокойно, что вот там из-за чего возникает просрочка, и почему переклеивается или не переклеивается. — Да, кстати, здесь вот масса вопросов по этикеткам, там. — По этикеткам. — Павел из Самары, да, переклеивание этикетки. — Ну, это, чтобы вы знали, опять-таки, это ссылка. Это, между прочим, установлено законом, потому что перефасовываться на нарезанный товар, а мы обязаны его перефасовывать. — Так, еще раз, по-русски теперь. — По-русски. — Мне, человеку, который редко бывает в магазинах, но тем не менее, я думаю, всем это интересно. — И редко фасует, видимо. — И редко фасует, да. — И редко фасует. — Он отлежал в целлофане, там, после того, как он заветривается, я обязан срезать верхний слой, обязан его перепаковать и наклеить новую наклейку. Это в соответствии с законом. — И вот установить новый вот тот пресловутый срок хранения? — Ага, срок хранения выставляет автомат. Ты понимаешь, там же все это все... — А подкрутить можно? — Нет. — Нет, просто автомат выставляет каждый раз новый срок хранения. — Правильно, вот да, да, да. — Ты хоть каждый час засуешь, он будет новый срок хранения вставлять. Он там заплесневеет, сгниет. — Конечно. — А срок хранения будет, да. — А это в соответствии с законом? — Мы делаем это в соответствии... — Нет, это не в соответствии с законом, это пользуясь технической возможностью. — В пользуясь технической возможностью, которая... — Но о соответствии с законом тут не надо говорить все-таки. — Ну, скажем так, мы же не... Мы не имеем... В соответствии с законом мы не имеем права исправлять автомат. Вот, вот. Я как раз хотел... — Но имеете право выбросить тот продукт, который... Срок годности, который вы ищете, например. — Либо я... — Да. уничтожить его. Ну а что делать? А когда переклеено, вот оно почему получается, то есть там условно говоря, вот у нас есть 5 дней. Но это ложь? Ложь, конечно. В прямом смысле, да. В прямом смысле ложь, потому что мы тут его закладываем, каждый день перепаковываем и обманываем опять потребителя, потому что у нас есть аппарат, либо аппарат надо уничтожить, и чтобы дату нам мы могли вручную выставлять. Но тогда у нас будет, соответственно, подозрение на наших сотрудников. Хорошо, значит, пункт первый, заказ контролирующих служб. Пункт второй, автоматические достижения. Еще. Вот хочу понять. То есть, понимаете, вот складывается такое чувство. Ну это же рейтинги дойдет. Подожди. А, и третья составляющая? Составляющая святое-святое. Не, ну она может быть одна из первых, потому что вот это сопли, слезы, там, тараканчик. Страдания. Страдания обязательно, что там, не знаю, какая-то группа типа там, поющие трусы отравилась там в каком-нибудь в какой-нибудь крошке, там, сожрав какой-нибудь пирожок. Представляешь, как бедные девочки там, несчастные, съели пирожок, а потом лежат в больнице под Капельницей. Это практически Филипп Киркоров, который уехал в Израиль там и страдал. Да, Наталья, вам как вот это вот все? Вы пойдете после сегодняшней программы? Я как-то счастлива, что я занимаюсь все-таки в автомобильном бизнесе, что мне не приходится перепасовывать. Но вы-то потребитель с другой стороны тоже? Абсолютно, да. Я сейчас так судорожно вспоминаю вообще, что у меня в холодильнике может сегодня не приходится. И сколько там переупаковано? Я вам могу сказать, что с момента там моя прабабушка очень давно говорила, ешь по коротцу, ешь, когда завянет, никто не заглянет. Не надо мучиться тем, что вы едите. Человек, он не просто так высшее существо, он в вершине, там, собственно говоря, пищевой цепочки. Мы с вами спокойно перевариваем в том числе и тараканов. Да, моя бабушка говорила, все полезно, что в рот полезно. Вот, видите, наши бабушки, прабабушки были очень разумные. Слушайте, я отказываюсь дальше вести эту программу. Потому что после этих двух пословиц, да, в общем-то, а что, собственно, обсуждают? Да. По принципу, что Бог пошлет, то мы и рады. Ну, естественно. Не, ну, все-таки, вот если серьезно, вот как здесь быть-то? Вот если серьезно, просто на самом деле нужно глаза открывать, голову включать и смотреть, что ты покупаешь. Они нас обманывают, понимаете? Они нас обманывают. А вот здесь, на самом деле, вот из серии, в общем-то, если ты не хочешь быть обманутым, то можно и не быть обманутым в итоге. Потому что лишний раз посмотреть, лишний раз прикинуть. Наталья, прошу прощения. Лишний раз не всегда возможно посмотреть, если товар запасован упакован. Есть определенные сети, которые себя позиционируют. Ну, я говорю о Москве, да? Премиальные. Премиальные. Ну, да, да. Это очень пафосные места, в которые можно зайти, в общем-то, крайне себя неуютно чувствовать, потому что за тобой ходят. Толпа народа. Да, вот, ну, там определенный дресс-код практически есть. Конечно. Вот, начиная, автомобиль, на котором ты подъезжаешь. А уж если ты пешком подходишь, то это непонятно для них. И вот они ходят бродь. Вы знаете, я очень люблю своих детей. И младшая дочь, в общем-то, из папы может канаты вить сколько угодно. Соответственно, моя дочурка решила глубоко зимой отобедать или, как это правильно сказать, поесть ягоды. И спить кофе. Малины. Нет, ну, кофе мы запрещаем. Они еще маленькие у меня. Значит, ну, куда идти? Ну, я вот в это самое пафосное место, да. Потому что там действительно типа ассортимент есть. С зеленой вывеской. Ну, неважно, с какой вывеской. Их несколько таких вывесок, да. Одна из них сунулась в Питер и потом решила покинуть столь замечательный город. И, в общем-то, они все здесь концентрированы, в стольном граде. Они все тут сюда переехали. Да. Да, да, да. Так вот, вы знаете, внешне выглядит все очень даже красиво. И даже такая, знаете, подсветка очень красивая. И товар, вот он просто пышет. Но поднимаешь эту коробочку с ягодой, и там, простите, плесень. Вот я, меня всегда шокирует это. Я готов, как потребитель, переплатить или заплатить ту цену, да, которую поставит торговая сеть, которая позиционирует себя, как нечто вот такое. Элитное. Элитное. Для меня это и должно коррелировать с качеством. Для меня это тождественное понятие, да. То есть, если премиум, то и качество. Как в торговой сети премиум может появиться подобный товар? Элементарно. Ну, как элементарно. Это не рубь 20, простите, стоит, да? Естественно. Юрий, ну, надо исходить из того, что у них крайне, у них музей. И проходимость низкая, да. И, в общем-то, этим все сказано. И рассчитывать на то, что там будет все очень свежо и очень... Для них-то это не оправдание? Нет, это абсолютно право. Абсолютно. Но... Это факт жизни. Это факт жизни. Но, опять же, несмотря на весь ваш сарказм в адрес этих сетей, но не называя имен, можно привести неплохие примеры, когда люди учатся на собственном опыте, им можно увидеть, как развивается их бизнес, именно потому, что они отдают себе отчет в том, что есть, в том, что все-таки за вывеской должно скрываться нечто... Ну, в общем-то, вывеска должна соответствовать, конечно. И, в частности, есть такие примеры, как то, что в тех же сетях, тоже не будем называть имена и названия... Тем более, они всем известны. Абсолютно. Благо, их три. Можно... Есть очень неплохие примеры того, как правильное и, на мой взгляд, разумно ведется бизнес. Когда выбирается несколько продуктов, за которыми люди могут приехать конкретно потому, что, например, та же рыба, да, и цена стоит очень привлекательная, крайне привлекательная, да, и это несколько каких-то таких знаковых вещей. Люди едут именно за этими продуктами туда и в довесок покупают вот те самые уже ягоды, да, и, ну, в общем-то, за счет этого происходит увеличение оборота, люди не так смотрят, то есть они купили что-то дешевле, они не смотрят уже на то, что другой продукт они купили, возможно, там дороже на 10-15, иногда 20%, да. Это вопрос уже к там, это вопрос к менеджерам. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, так, все-таки цена коррелируется с качеством? Нет, никаким образом. Цена вообще не может коррелироваться с качеством. Вот это надо понимать. Во-первых, первое надо понять слово... И понять, и уяснить. Да, для себя. Первое надо понять, самое, опять-таки, распространенный миф, который мы себе вкладываем в голову, что есть слово качество. Я всегда говорю это и стараюсь это донести до всех. Не при юристе это будет сказано. Нет, а в чем... Сейчас послушаю. Значит, качество — это продажная проститутка империализма, потому что все должно быть оцифровано. Вот что такое качество? Теперь по-русски. Ну вот в прямом смысле, вот неважно, стакан качественный, не знаем мы это. Еще раз говорю. Он должен... Может, он фонит радиацию? Может быть, он должен произвести в соответствии... Наши стаканы не на феноматах, они очень качественные. Они очень качественные, да. Они очень качественные. Должен быть, должен соответствовать ГОСТу, ТУ или там таким каким-то конкретным требованиям. Поэтому нужно отталкиваться от цифровых показателей. Вот когда ты говоришь о ощущении оцины качества, это должно быть эмоциональная составляющая. Вот когда ты поднимаешь вот эту коробку с ягодой, действительно она не должна быть плесневелой. Это не оправдание абсолютно для сети, что там это плесень. Каким бы музеем она ни была. Каким бы она музеем, потому что это просто невыполнение бизнес-процесса. Просто вот крест, то есть менеджер должен увольняться, увольняться должен быть весь отдел, который, собственно говоря, занимается выкладкой, потому что это невыполнение бизнес-процесса. И ни в какой сети, на самом деле, даже в последней самой дешевой, не должно быть плесени, там, и не должно быть червячков и всего остального. Вот то, что может сеть отследить. Но я как глупый потребитель, да, видя, что товар дороже, дорогой, да, я считаю, что эти обязательства, которые бьет на себя бизнес, должны выполняться. Мы можем перекинуться, собственно говоря, на автомобили. Ты вот задай вопрос про премиальные какие-нибудь автомобили, типа каких-нибудь Мазерати, какой-нибудь Феррари. И когда просто люди, которые ими торгуют, и ты приходишь, и они там понимают, какие там щели, какая там строчка на сиденьях, что она хуже, чем на последней Шкоде и Октавии, и это действительно правда, и там машина покупается. Я в этот момент должен сказать, что автомобили Мазерати, Феррари являются качественными автомобилями, и выборы остаются за потребителем, а это частное мнение. Да, Шкода нам ничего не проплачет. Да, Шкода нам не проплачет. Да, но факт остается фактом, что вот люди-то тоже, вот это должно быть эмоциональная составляющая. То есть слово качество, это всегда очень эмоциональная составляющая. То есть на нее нельзя очень сильно опираться. И цена не коррелируется. И цена не коррелируется. Ну, у качества-то есть и юридическое понятие. Есть, но оно, ты же понимаешь... И в первую очередь это соответствует тем обещаниям, которые дает продавец. Условия договора купли-продажи. Да, то есть условия, понимаешь, оно должно быть цифровое, потому что иначе, потому что мы будем иначе... Нет, цифры не все можно описать, конечно. Ну, не все случаи предусмотреть. Согласен. В первую очередь, качественный товар, это тот, которым по прямому назначению можно пользоваться в течение того времени, для которого он предназначен. Ну, видишь, есть цифры. Вот он же говорит, цифры есть. Срок, время, качество, сколько раз. Цифры здесь не самую главную роль играют. Хорошо, правила нет проблем. Хорошо. Поэтому о качестве можно вполне говорить, и далеко не только эмоция. Ну, все равно цифровое же, согласись. Давайте послушаем теперь мнение радиослушателей. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Слушай, не только. Средства коммуникации. Еще раз напомню, здесь у нас в гостях Наталья Соболева, Дмитрий Потапенко, Андрей Семенов. Говорим о потребительском рынке в России, о том, насколько защищены или не защищены наши права. Слушайте, я вот вас об одном попрошу. Вы не перебивайте меня. Вы даже не пытаетесь этого сделать. Есть волшебная такая функция у автора ведущего программы отключать микрофоны, как и у спикера Госдумы. Поэтому давайте, слушатели, 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Сергей пишет. Как мне кажется, что нам не хватает конкуренции. Как вы уже не раз говорили, в той же Америке в магазине можно найти 100 видов сухих завтраков. Это правда. Можно даже и 200 видов найти. Самое главное, не хватает, в принципе, торговых точек. Просто физически, там, сети не хватает. Вот в России это не хватает. И для человека далеко не всегда есть возможность плюнуть на один магазин, а ходить в другой. Не хватает производителей, не прихватает магазин. Абсолютно, Андрей, правильно. То есть, подождите, а рынок, а что здесь-то тогда? А здесь пока Азиасия... Недоразвитый рынок. Недоразвитый рынок, Азиачьи, на чистой воды. Потому что, еще раз говорю, вот те простые цифры. В Москве зарегистрированы, там, последние были цифры, нового назначили, начальника торговли, что 18 тысяч торговых точек. Вся сетевка, там, от силы 700 точек. И о чем говорить? Какая конкуренция, нафиг? Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Александр, по поводу качества. На самом деле, основная проблема, я производитель. Основная проблема у меня, что потребитель не может понять, где хорошо, а где не очень хорошо. Поэтому у меня вот всегда стоит дилемма. Либо мы делаем хорошо, и у нас это не возможно, либо мы делаем за те деньги, которые у нас это возьмут. Я честно говорю, что есть два типа брака, которым мы торгуем. То, которое человек возьмет, то, которое человек уже не возьмет. А все остальное, это уже, скажем так, эмоции. То есть это единственный критерий? Понимаете, в чем дело. Приходит человек, я ему начинаю объяснять, что для того, чтобы сделать твою работу вот так-то, так-то, так-то. Он понимает, что это будет стоить дорого, у него столько денег нет, и поэтому начинается компромисс, либо он просто уходит. Вот в чем проблема. А чем же вы торгуете, можно спросить? Хорошо, вы можете определить на скидку, чем качественная, например, полиграфия отличается, не качественная. Я могу, потому что, в принципе, да, я в этом... Ну, вас заверят. Я вам покажу некачественную полиграфию и покажу, что она качественная. Вот поймите. Да, спасибо. Что скажете, Наталья? Я могу сказать, что качество именно... Ну, не буду углубляться уже в профессиональные детали, но на самом деле это все, в принципе, человеческий глаз, состояние это уловить и тактильные ощущения. Ну, тут понимаешь, дело в том, что есть одно маленькое «но». Например, вот уже давно проверено, я эти опыты последние 10 лет проводил, так называемый слепой тест. Я даже один раз телевизионщики его сделали на седьмом канале недавно, они взяли макаронщиков, технологов, пригласили и сварили им их макароны. В общем, не определил никто свои макароны. Ни один. И я даже спорил не один раз с производителями, когда вот произносят при мне слово там «качественно», «уникальность», там всякого-то требуха. Я говорю, ребята, 10 тысяч против 100 долларов. Я говорю, что вы никогда в слепом тесте свой товар не определите. Свой товар? Свой товар, даже свой товар. И там вот, а это было по телевизору, вот седьмой канал. Там макаронщики все-все-все такие фа-фа-фа, там, да мы, да у нас уникальные технологии, да у нас что-то... Самая твердая пшеница. Самая твердая, там что-то добавлено. Ни один не определил свои макароны. Вот пример. Нет, слипсан. Да, убедительно очень. Нет, ну, это существенная правда. Ну, макароны их все-таки только на вкус пробуют. Я доверяю больше своим глазам, рукам, хотя вкусовые рецепторы тоже важны. Нет, обмануть, понимаешь, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, поэтому у нас обмануть-то можно, было бы желание. А, 65, 10, да, ну, согласись, пример вообще потрясающий. Абсолютно, да. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm, но здесь по поводу что-то этикеток, такая принципиальная тема, да? Ну, она, понимаешь, нет, это очень правильные вопросы по причине того, что действительно человек же приходит и видит, что этикетка-то другая, а сыр, грубо говоря, вчерашний, а этикетка-то сегодняшняя. И самое главное, срок стоит. И срок стоит. А что, ему же не будешь объяснять, что мы срезали верхний слой, перепаковали, и по упаковочному этикет машина поставила срок. Но срок-то прошел. Да, ну, если, нет, если еще оно в рамках срока, то есть мы рассматриваем ситуацию, пока он еще не стул. Если пока в рамках срока. Да, ну, этикет машины, этикет машины-то все равно поставила срок прожила. Не стоит заиглавянуть сегодня в холодильник-то. Абсолютно. Посмотреть. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Что скажете? По поводу качества потребительских товаров... Ну, вот ваше мнение. Ваши права защищены в России? Вот как вы считаете? Ну, сложный вопрос. Я бы сказал, что есть возможность их защищать, но она очень сложная. И поэтому я, в общем-то, обычно не делаю этого, а просто покупаю в другом месте. А я хотел еще рассказать очень интересное предстоитание. Я с ним постоянно сталкиваюсь и, в общем-то, всегда на него плюю. В одном известном сетевом супермаркете есть свои пекарни, и они делают булочки. Я вот очень часто бываю поздно в магазине, там, в 10 вечера или в 11, и я нахожу булочки, которые сделаны завтра. Понимаете, о чем я? Сегодня там на 15-е число, а на ней уже стоит этикетка, что она сделана 16-го. Вот. Так что там уже день заложен в просрочке, грубо говоря. Ну, это смотрите. То, о чем и говорил Дмитрий Потапенко. Не обращайте внимания на эти сроки, получается. Ну, нет. Смотри, технически это всего лишь ориентировочный показатель, на который смотреть, безусловно, надо. Но это, знаешь, как условия в математике. Необходимые, но недостаточные. Сергей, ну и что вы делаете в таких ситуациях? Покупаете булочки завтрашние или сегодняшние все-таки? Ну, я покупаю завтрашние сегодня, потому что я понимаю, что это, наверное, все-таки они сделаны сегодня. И это действительно свежая булочка. Но я как-то показывал, говорю, откуда у вас продаются завтрашние булочки? Что это такое? Да-да-да, и что вам отвечали? Ой, вы знаете, у нас, наверное, машина сломалась, которая этикетки печатает. Сейчас пойдем разберемся на кухне. Это этикет автомат. Заметь, розничная торговля, она развивается там, и параллельно развиваются технологии. Соответственно, это просто этикет автомат выставляет при определенной дате, он выставляет уже там следующую дату, и все. Умысла нет? Умысла физического вот в данном случае нет, именно поставить завтрашнюю дату. Андрей, а может это расцениваться вот как повод для подачи заявления в суд? Может, может. Конечно, может, если это идет прямое нарушение закона, когда потребитель доводится ложной информацией относительно срок годности и стечения. Если эти факты, так сказать, доказать належащим образом. Хорошо, вот смотрите, я всегда, например, вот я пришел, увидел эту булку, значит, что у нас, какое сегодня число, 29-го, 30-го, да, она датирована. Дальше мои действия какие? Вот технически, я тебе могу даже сразу подсказать методику. И всем нашим слушателям. Да. Самая распространенная эта тема, это на кондитерских заводах, там, где производят торты. Приезжаете на завод и покупаете там, по-моему, после, этикет автомат, по-моему, переходит после 16, на следующие сутки. Значит, покупаете торт с будущей датой, потом обращаетесь к Андрею, фиксируете это с двумя понятыми и вперед в суд. Вот и все, да? Так? Ну, потом месяцев на шесть. Теоретически, да, только, ну, надо понимать, что добьешься. Это уже второй вопрос. В материальном плане, да? Это второй вопрос. Гораздо логичнее было бы, ну, если стратегически на это смотреть, опять-таки, не обращаться более к этому производителю и продавцу и пойти в соседний конкуренту, если была эта конкуренция. Ну, если была бы конкуренция, да. А так, конечно, отдельному потребителю бороться, судиться из-за качества отдельно взятого продукта, недорогостоящего, конечно, нерентабельно. И здесь должен быть либо государственный контроль, но тоже в рамках разумного, чтобы не задавить сам бизнес. Ну, потому что он все равно в конечном итоге выльется в налоги того же потребителя. Ну, да. То есть это должна быть какая-то золотая середина. То есть и контроль за качеством, тот контроль, который не может каждый индивидуальный потребитель осуществлять при покупке. Но, с другой стороны, действительно, чтобы не задавить барьерами, ограничениями и прочим. Я вспомнил просто очень коротко скажу. Последний случай с моей второй половины. Значит, одна из торговых компаний предлагает доставку свежих один раз в неделю, доставку из Киева. Вы понимаете, да? Бесприпский торт. Значит, ну, это бренд, да, это реальный бренд, который в Киеве приносит одной компании, очень известной, да, не буду ее называть, большие серьезные финансовые доходы. Так вот, супруга у меня, она щепетильной все-таки обращает на вот этот самый срок, да, а она стала крутить эту... И коробку ее видела, что срок годности нанесен неким лазером. Там что-то вот даже так вот было написано и так далее. Ну, это не принципиально. И она говорит, ну, вот, грубо говоря, это было вчера, да, 27 апреля. Говорит, слушай, говорит, ну, вот, по-всякому же они его везли какое-то время, да, даже на самолете. Но вот датировано 27-м числом. Понятно. А то, что товар был выпущен накануне, ну, это... Очевидно. Очевидно, да. Ну, поэтому говорят, что я же тебе почему говорю про торт, потому что я просто знаю технологию любого производителя, абсолютно любого, я знаю, где какие эти кет-автоматы стоят. Короче, не стоит хлебобылочное изделие. Летающие киевские тортики. Никакие вообще не стоит. Красиво как, летающие киевские тортики. Не надо, просто еще раз говорю, не надо заморачиваться. Представляете, сколько бы он стоил, если бы самолетом вот так вот. Я вам скажу, сколько он стоит после эфира. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Я считаю, что, в принципе, бороться с этим можно. Просто нужно потратить чуть больше своего личного времени. Вот, допустим, у меня поход в Ашам занимает 4 часа. Я единственное вас прошу, не называйте бренды. Не потому что я чего-то опасаюсь, а нам придется потом 125 часов объяснять, что мы были не рыжие и не синие в этот момент, да. В магазине я трачу в оптовом порядка 4 часов, потому что я крайне внимательно смотрю не только на даты производства, да. Ну, допустим, творог детский, да. Сдута крышечка, не сдуто, да. Ну, трачу я на час больше в неделю. Зато, в принципе, таких проколов бывает очень редко. Еще рекомендую не покупать готовые продукты, там, мясные какие-то, да. Лучше приготовить все это дома, купить мясо свежего. Сейчас многие, если, ну, там, люди в Крылатках живут, там, на Рублевке, да, они сейчас заказывают фермерам в Подмосковье товары. Тоже неплохой вариант. А после одного, так, припарковался возле одного торгового центра, которого на первом этаже арендует крупная торговая сеть и сами пекут хлеб. Я увидел с обратной стороны, как они старый хлеб плесневелый уже берут, разминают руками прям в емкость, а потом из этого... И поэтому наш хлеб, конечно, он там день-два пролежал, он уже плесневелый. Купил хлебопечку домашнюю. Жена печет хлеб. Каждый день там и вечер. Натуральное хозяйство. Да, спасибо, Андрей. Такогосный заводик купил. Мини. Или Макси, да. Ну, смотря сколько нужно. Ну, что скажете по поводу этого звонка? Нет, отчего. Ну, человек выбрал свою какую-то продуктовую стратегию, он ее ведет. А что здесь можно сказать? Ну, я веду другую продуктовую стратегию, которую ты знаешь прекрасно. Ну, и основная масса людей все-таки, да? Наталья, вы печете дом хлеб? Как-то не доводилось. Я думаю, как бизнес-лумен вам не до этого, у вас просто времени нет. Я, поскольку занимаюсь в семье закупками, я трачу там, ну, 50 минут на вот то самое слово, где он бывает. А где Андрей, да. Да. Бывает. Хорошо, идем дальше. Я не сильно не парюсь на это. Да, вы вышли. Как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Да, Александр, вы что нам расскажете? Ну, я могу сказать тоже, что трачу где-то приблизительно 25 минут на неделю на все это дело. Вот, на покупку именно вот комплектов, которым хватает на неделю. И, как бы, принцип очень простой. То есть, две ошибки допускаются по любой сети. Если два-то я, как бы, там обнаруживаю что-то нехорошее, я просто перехожу в другую. Так, а если в следующей находите что-то нехорошее? Ну, вот я их поменял, наверное, 4 или 5, в том числе, и достаточно дорогие, там где-то пирожки по 90 рублей, скажем, за пирожок. Да. Вот, и точно так же, то есть, качество, ну, никак не зависит от цены. Наконец, нашел, как бы, одно, и вот сейчас уже года, наверное, полтора-два вполне спокойно с этим покупают. Да, спасибо. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, а вот принципиальный был момент, высказан в эфире, по поводу отсутствия, ну, такой серьезной конкуренции, да, то есть не хватает торговых площадей, не хватает производителей, не хватает крупных, малых, средних, не знаю, там, ритейлеров, никаких, да? А вот этот, простите за наивный вопрос, можно как-то подстегнуть, чтобы процесс пошел? Я где-то даже читал, что количество торговых площадей в Москве уступает Варшаве, столице Польши, я ничего против Варшавы и Польши не имею, да? Но, как бы, даже здесь вот сопоставление мы уступаем в Восточной Европе, да? Мы, понимаешь, в некой общей теории, в некой общей теории... Можно предположить. Можно было бы предположить, если бы была градостроительная политика, которая была бы рассчитана, вот надо четко себе понимать, что на один 17-этажный дом с одним подъездом должно быть встроено-пристроенное помещение, на котором на первом этаже находится магазин возле дома, 250-300-метровый магазин, на втором этаже какой-нибудь там пивничок или там, не знаю, какое-нибудь предприятие общепита, тут же находится аптечка, там, не знаю, Сбер и еще что-нибудь такое. Вот такое вот... Вот это должна быть градостроительная политика, то есть надо застраивать так города. Внимание, вопрос, какой же дебил это будет делать? Потому что надо понимать, что ни один девелопер частный этого делать не будет, потому что на первом этаже магазин снижает сразу стоимость квартиры. Государственное там... Государство то, что строит, но они тоже не дебилы, они тоже понимают, что вот это бытовуху создавать, оно им надо. Тут они квартиры там написали, мы хлеборобы всей Кубани там надоили 300 тонн чугуна, ввели столько-то квадратных метров, понимаешь, они сдали метры. А что, что там может, что, что рядом там не будет садиков, не будет меня как подонка ритейлера, не будет какого-то там пивничка, где люди могут что-то... А оно их трогает? Оно им надо? Не задавай дурацких вопросов. Кто это будет делать, заниматься этой государственной... Это государственная... Согласна, Атолий, да? Абсолютно. Это волшебное слово инфраструктура, с которой у нас такая проблема. Почему у нас, собственно говоря, вот мы затрагиваем все время вопрос, вот я думаю, что этот вопрос не задают люди, а они должны были задать. Почему у нас дороже, например, все в Москве, чем, не знаю, в какой-нибудь той же моей Праге, не к ночи поменты. А я могу ответить. Я поясню, почему господин Потапин говорит в моей Праге, у него бизнес в Чехии и в Балгарии, кроме России. Да. Но он вообще российский бизнесмар и резидент Российской Федерации. А все очень просто. Пока, ведь. Пока не в Лондоне, да, пока еще не наговорился до Лондона. А все очень просто. Дело в том, что все, кто занимаются предпринимательством в России, там, ритейлеры, там, не знаю, те же ребята, которые строят дилерские центры, они выполняют роль государства. В 60% они вкладывают в коммуникации, в которых, которые в зарубежных странах вкладывают государство. А естественно... Или муниципалитет. Или муниципалитет, неважно, государство. А естественно, заложив коммуникации, туалеты, канализацию, электричество, за все это заплатив, мы, простите, мы заплатили свои деньги. И именно поэтому у нас дороже, чем там. Потому что нам эти деньги надо вернуть. И вернуть даже далеко не себе. Это у меня в Чехии, извините, кредит на 32 года. А здесь-то кредит на 3 года. Здесь-то кредит в 10%, а там в 3. И когда задается вопрос, что же вы, подонки, планируете свой бизнес всего на 3 года? Да это не мы, подонки. Обратитесь в Центральный банк. И уточните, на сколько лет он выдает банкам деньги и под какой процент? А мы что, деньги из воздуха, что ли, берем? Тракт и бедох? У меня волшебной феи мамы нету. Честное слово, у меня мама обычная. Как-то грустно все получается. Да наоборот, что, весело, ты чего? Не, грустно-грустно. Я хочу, чтобы эта вся инфраструктура была. Да ладно, а какой дебил будет удобно? Нет, подожди, говорю, употребляет слово, это опять в большой политике. Конечно, мы опять влезаем в большую политику. Какой дебил это будет делать? Ну, мне кажется, грустить можно будет, если завтра у нас все закончится. У нас жизнь-то продолжается, и вот такие активные бизнесмены присутствуют, да, и, в общем-то, находятся. Нет, этим активным бизнесменам предлагают закон о регулировании торговой деятельности. Мы его исполняем бы с пионерским салютом, понимаешь, и на нас дела возбуждают. А потом я понимаю, почему яблоки в России стоят одно, а в Италии другое. Да, в три раза дороже. Поэтому они как раз и проводят время, в основном, и в Италии, и в Праге. Ой, не знаю, как-то вот... Хочется верить, конечно, и присоединиться к словам Натальи. В конце концов, жизнь продолжается, да? Абсолютно. Мне кажется, все-таки не так все грустно и плохо. Но, смотрите, из этой программы все-таки мы вынесли несколько принципиальных моментов. Не стоит смотреть телевизор. Это уже точно сказано? Однозначно. А пункт второй, значит, не стоит обращать на сроки годности. Ну, спокойно относиться. Что мы еще вынесли, да? Много чего мы еще... Что обращать внимание все-таки стоит? Да. И самое главное, судиться стоит тоже. А судиться стоит, я считаю, всегда, между прочим. Вот, несмотря на издержки, которые мы... И в том числе временные, которые могут быть, да, у конкретного потребителя. Спасибо вам большое. Наталья Соболева, Дмитрий Потапенко, Андрей Семенов. Реальное время. Финамов. Продолжение следует...